Наша тема – сегодняшняя тайна Библии. Звучит она таинственно-загадочно. Что такое Библия? Вы, наверное, знаете, что такое древний текст, который писался, если мы говорим про Ветхий Завет, то он писался тысячу лет. Как он писался, тоже сейчас я немножечко скажу. И вот первый текст написан в XII веке. Для справки, финикийский алфавит появился в XIII, на котором все это записано, который превратился потом в эврит, в греческий и так далее. То есть прямо сразу после того, как появилось финикийское письмо. До того была клинопись, потом был перерыв какой-то, непонятно, как писали, и потом финикийский алфавит. Фрагменты книги Даниила были написаны во II веке согласно исследованиям, не согласно традиции, согласно традиции V-VI век до н.э. Согласно исследователям, фрагменты книги Даниила и книги Ова написаны во II веке до н.э., то есть вообще в эллинистические времена. То есть там есть некоторые характеристики текста, которые говорят, что написаны в эллинистические времена. То есть мы видим тысячу лет. После этого была иудейская мистика межзаветного периода, где рассказывалось об истории, о конце света. Они впервые увидели историю, как она движется. Вообще это у Даниила было изначально, что существуют какие-то периоды в истории. Все знают Карла Маркса, что формация сменяет формацию. Это как раз библейская модель истории, линейная модель истории. То есть если мы посмотрим на Индию или на Древнюю Грецию, там циклически все. То есть все, что было, то и будет, повторяется. В отличие от этого Библия задает такую стрелу времени. Мы, опять же, к этому относимся очень обычно, обыденно. Так вот, такое представление, оно библейское, что было сотворение мира, было сотворение человека, и потом история куда-то движется в одном направлении. Не кружится, не в разное направление, не сейчас и не сейчас. А прошлое, настоящее будущее движется. И вот эта стрела истории, это формировалось, это представление, оно формировалось. Оно где-то начало формироваться в 8-6 веках до нашей эры, когда появились библейские пророки. Был такой немецкий исследователь Карн-Ясперс, он ввел понятие осевого времени, что где-то с 800 по 200-е годы до нашей эры было такое время, когда человек стал рациональным, таким, какой есть, появились разные философские и религиозные школы. Греческая философия появилась, контузианство и так далее. И появились тогда библейские пророки. Это тоже рациональность. У них появилась философия истории. И вот когда на это все смотрели со стороны, появилось представление о том, что есть что-то такое абстрактное в этом всем, есть какие-то законы. Вот как у Марса объективные законы истории, но есть какое-то проведение. То есть Марс просто это секуляризировал. То есть что-то куда-то движется, и поезд времени, это метафора есть у Любы, например, у Германа Любы, современного немецкого философа, что в котором мы движемся куда-то, и мы проезжаем какие-то, например, территории какого-то города, и движемся куда-то. Мы не можем выйти из этой истории, мы как-то вместе с ней движемся. Вот есть какая-то история. Внутри нее даже действует не судьба, не карма, а какой-то диалог. Если, например, древние римляне говорили, что что-то происходит, потому что кому-то это выгодно, то библейская философия истории, которая идет как раз от пророков библейских, которые 8-6 век до н.э., они говорят, что нет, если карпичу надлежит упасть, он упадет. Выгодно это кому-то или невыгодно? Есть вот какие-то объективные, какое-то проведение или объективные законные истории, вот что-то такое есть. И поэтому искать, кому выгодно, бессмысленно. Никому не выгодно, просто так должно быть. И вот согласно этому первый пророк Даниил, традиция его приписывает, это традиция говорит, что это 6-5 век, он в тех терминах, в тех картинках, которые были приняты, он рассказывает о смене веков. Век сменяет век. В иврите это называется алам, в греческом ион век. Но век не сто лет, а век это как бы время с пространственными, временными характеристиками, социальными характеристиками. Вот мы говорим эпоха Возрождения. Мы представляем одежду какую-то, отношения какие-то, нравы какие-то. Вот это и есть век. А потом он сменяется другим веком. И вот Даниил первый описал это, как мог описать. Потом это было в иудейской мистике межзаветного периода. Когда они, ну если даже посмотреть на библейский текст про Даниила, он там впадал в транс, я не знаю. То есть мы это в школе изучаем, а у них был стресс. То есть они увидели историю. А там рассказывается в завещании 12 патриархов, в книгах Енах, и там рассказывается о последних временах, о том, как развивается история. Вот это вот история. То есть там на самом деле тексты эти, то, что называются псевдоэпиграфы, апокрифы псевдоэпиграфы, то есть называются не своими именами, но какой Енах во II веке до нашей эры. То есть древним называется, древним, как книга Иова тоже в это попадает. Называется древним именем, когда, собственно, написано было, вот там, например, в элитический период. Вот. Но появляется, они попытались высказать невысказываемое, и вот как раз это невысказываемое относилось к истории, самой вот к ходу истории. Удейского историка Иосифа Флавия, первый век нашей эры, это тоже существовало имплицитно. Они высчитывали, когда Мессия придет, потому что римский период был для иудеев как бы временем актуальной эсхатологии. То есть вот-вот он должен прийти. Почему? Потому что плохо так все должен прийти. То есть там было восстание, когда было восстание зелотов, они тоже говорили, что очень много людей называли себя мессиями, не только Иисус Христос, очень многие люди называли себя мессиями. Почему? Потому что мессия должен прийти, они высчитали. Даже в книге Иосифа Флавия это есть. Вот. А первый описал вот эту стрелу времени уже блаженный Августин. То есть он написал, это как бы один из отцов церкви, он написал стрелу от Адама до, от Адама до, от Адама до Авраама, от Авраама до Моисея, вот эти вот периоды. От мессия до Давида, от Давида до Христа, от Христа до последнего времени страшного суда. Да, то есть и вот эта стрела времени, она как бы существует в нашем восприятии, что время, оно движется в одну сторону. И это библейское. Вот. Ну, Новый Завет был написан в первом-втором веке нашей эры, очень быстренько был написан. Вот. То есть там даже вот эти вот ошибки, я потом буду говорить про Новый Завет отдельно, когда, например, Понтий Пилат называется прокуратором, а он был наместником. А вот Гесси Флорус же следующий был прокуратором. То есть это говорит о том, что писали, когда были прокураторы. То есть эти ошибки, да, тоже как бы на самом деле подтверждение. Вообще с Новым Заветом немножко проще, чем с Ветхим, я об этом буду говорить, потому что насчет Нового Завета все уже успокоились, что эти люди были, что эти события так или иначе были. Можно не верить в то, что там Иисус Христос Мессия, но тут уже много всяких записей, много всяких свидетельств. И для того, чтобы эти свидетельства не учитывать, я об этом тоже буду говорить, нужна просто специальная идеологическая позиция, которая была там у Бруна Бауэра, у Раноича. Но, в принципе, сегодняшний исследователь адекватный, который принимается в мире как исследователь, этого времени, он будет считать, что все было, все люди были. То есть это исторично, да, то есть эти люди историчны. Но подробности я расскажу чуть позже. Итак, первое, что мы знаем, это архив Эля Марны, 15-14 век до нашей эры, письма от правителей городов и государств Ханаана. Ханаан – это та самая местность, где потом был Израиль. Фараону Ихнатону, где упоминается Хапиру, который рифмуется с Хибру. Хибру – это те, которые пришли из-за Ефрата, те, которые пришли из-за реки. Авраам, Исаак и Яков, Авраам, его семья. Авраам жил в Уре, отец его продавал, ну, согласно традиции, то есть в Библии там тоже это как бы отмечается, отец его продавал идолов, потом они решили уйти. И такие группы были, их было достаточно много. Они назывались амареями, и даже кто-то, часть из этих групп, организовало государство, которое около 100 лет просуществовало, но правитель Амареев тоже писал письма Эхнатону. Эхнатон, вы знаете, тоже монотеист был, да. Согласно Библии, в это время часть евреев находились в Египте, я бы сказала, евреи, часть Хапиру находились в Египте. Вот, и вот на них жаловались, что в этих письмах архив уцелел. Это архив, мы бы сегодня назвали Министерство иностранных дел. Вот, он уцелел, потому что, вы знаете, сын Эхнатона, Эхнатонхамон, увел народ из города Эхнатона обратно в Фиво. То есть он увел их, потому что это, в общем-то, не было хорошее место, там была пустыня, но пустыня сохранила материалы, пустыня сохранила эти папирусы. А, там не папирусы, там камни, да, и клинопись еще написано. Вот, и пустыня сохранила, а там они все жалуются на этих Хапиру. Ну, Хапиру это была такая группа этносоциальная, да, которая потом превратилась в этническую, которая была, ну, типа, казаки, цыгане, хиппи. Вот это вот, то есть вторичное кочевие. Ушли из городов, потому что в городах все плохо, создали свою цивилизацию. Ну, создавали. На что жаловались, кроме всего прочего? Они были наемниками в армиях, да, но жаловались прежде всего на то, что они подговаривают других царей Ханаана отделиться от Египта. Дело в том, что когда в Библии рассказывается про то, что Моисей вышел из Египта в Ханаан, но Ханаан тоже была территорией Египта. И вот там шел процесс отделения. И в этом процессе отделения Моисей тоже поучаствовал. Опять же, если мы говорим о современных исследованиях, это я сейчас говорю о современных исследованиях, да, то есть когда мы говорим о Новом Завете, были времена, и я расскажу про эти времена, когда были исследователи, которые считали, что Иисуса не было. Ну, вот помните у Булгакова, чего не хватишься, того нет, да? Вот как раз он про это пародировал. И, собственно, его «Добрый человек Иисус» – это пародия на Ринана, на исторического Иисуса. Сейчас уже таких красивых личностей не рисуют, что вот он прям был такой добрый человек, там, юродивый. Не настолько. Но сейчас как бы это не актуально. А вот с Ветхим Заветом сейчас проблема. У меня есть учебничек, ну, по которому я веду библистику, да, у меня есть учебничек израильский 2000 года, да, то есть там многотомник 2000 года открытого университета. Что я заметила? Там все статьи до 70-х годов, потому что в 70-е годы началась феерия. То есть вот это вот, а было и не было, а был ли исход, а что это было такое, да, а кто такой Давид? Я вот об этом тоже скажу. Есть, опять же, свидетельства, но уже эти же свидетельства надо как-то интерпретировать, и библейские авторы их интерпретировали. Вот, я немножко потом скажу, как это все происходило, как вообще писалась библия. Вот как раз в этом учебничке рассказывают они столько про историчность, про неисторичность, о том, как писалась библия. Ну, так вот, эти хапиру, они упоминаются, и царьки жалуются. Потом было, тут еще такой момент есть, я, может быть, скажу сейчас, не знаю, будет у меня там потом или нет время. В 70-е годы 19 века мы знаем Генрих Шлиман, который был вначале российским подданным, потом немецким подданным, который очень любил Грецию, он откопал Трою. Просто вот почитал Илиаду, решил, что Трою здесь, и попал. А археологи его не очень любят, потому что он делал это все по-любительски, по-дилетантски, все испортил, но то, что он откопал, потом это даже, скорее всего, было не Трою, а что-то раньше, да. И когда это произошло, раньше, то есть была версия, что вообще это все легенды и саги, а этот и легенды и саги тоже, да, вот как ирландские саги и так далее, я вот про это скажу. Но когда откопали Трою, начался бум библейской археологии, там Олбрет и еще разные другие археологи, и они откопали все города. Они ориентировались на название арабских деревень, они все, что в Библии упоминается, и Ашдода, и Ашкелона, все откопали, потому что оно там находится. Но когда они откопали, они увидели картину, которая отличается от библейской. Но вот когда не отличается от библейской в том смысле, что в Библии неправда, Библия просто не учебник, хронология. Когда там рассказывается про завоевание Ханаана, уже когда Моисей дошел до Ханаана, вышел из Египта, его последователи Иисус Навин начал завоевывать Ханаана, судьи там были, все происходило не совсем так. Иерихон, действительно, там есть такой момент, когда он был, ну Иерихон самый древний город вообще в мире, да, там 7 тысяч лет до нашей эры, вот, или 5 тысяч лет, но 7 тысяч лет отсюда, да. Вот, и там был период, вот как раз, когда он был полностью разрушен. Все остальные города не были так сильно, они были разрушены, но они были захвачены, да, и захватывали как евреи, про евреев я тоже еще расскажу, что это такое еще, если не забуду, вот, так и филистимляне. Вот римляне назвали провинцией Палестина, потому что они знали, что были такие филистимляне, а они потому что ориентировались на греков, филистимляне криты, мекенские греки, трое. Да, но очень интересные по виду, по раскопкам и так далее, они греки, а страконы на хананском, то есть они говорили на том же языке, на котором говорили там Израиль, говорили там Маф и так далее, да. Там было два диалекта, один южный, которые говорили в Иерусалиме, вот, и северный, несколько стран, в том числе и, собственно, царство Израиля, да, которая, ну, после Соломона разделилась она на две части, и 400 лет было два царства, Израиль и Иудея. То есть было все так, ну, и причем захватывали раз в 50 лет, то есть не так, чтобы просто захватывали, и вот еще один город захватили, может, с кем-то договорились, с кем-то захватили, вот, захватывали достаточно долго. То есть картина такая, тут еще надо, опять же, по теориям современных исследователей, что была группа, которая была в Месопотамии, Хапиру, которая пришла в Ханаан, ну, с севера, да, и была группа, которая пришла из Египта. Мы, опять же, исследователи не знают, в каком порядке они приходили. Ну, если в Библии написано, что Аврам и Сака Яков раньше, а Моисей позже, ну, пусть так и будет, да, то есть почему бы нет. Стелла фараона Мерниптаха, прекрасная Стелла фараона Мерниптаха, с надписью, вот вы видите, там, 13 век, Израиль опустошен, его семени нет. Первое предание об Израиле, Израиль называется как племя, а не как страна, потому что страны еще не было, они еще не дошли, не завоевали. Вот, и тут, как бы, такая, такая есть, ну, как бы, коллизия, да. Фараон Мерниптах, следующий после Рамзеса. Традиционно считается, что евреи вышли, Рамзес второй когда-нибудь, выходили из Египта, то есть это не обязательно. Но он написал, что Израиль полностью уничтожен. Первое предание об Израиле, а в Библии написано, что фараон утонул. То есть это такая, как бы, информационная война на будущее. То есть одни записали одно, другие записали другое. Израиль не уничтожен. Мы не знаем, что там было с фараоном, но Израиль не уничтожен. Но как бы надо было так писать. Вот, и, кстати, когда там говорили, что уничтожьте всех жителей и так далее, и особо жестоко было с Амареями, про Амареев я скажу, потому что Амареи – это те хапиру, те евреи, которые не были монотеистами. Вот, и когда израильтяне были не монотеистами, да, то есть их тоже называли Амареями, я об этом скажу. Вот, сейчас мы, вот, дом Амри. Тоже очень интересно, то есть Библия пишет Амри. Амри – это отец Ахава, мужа Изавели. Там вот известный, там у Ахавы еще был сын, они правили, а потом дом Иуя, династия Иуя, которая же была монотеистами. С Ахавом и Изавелию боролся пророк Илья, известный. Да, то есть он боролся с пророком, всякими разными жрецами Ваула, и вот с Ахавом и Изавелию. Изавель, как бы вообще имя Изавель считается синонимом такой ведьмы страшной, страшного, очень нехорошего человека. Вот, и вот с ними была переписка у царя Маамы, да, то есть и в ассирийских заповедях, то есть в ассирийских записях, и в ассирийских записях упоминается дом Амри, то есть который, собственно, Амри. То есть они не различали. А какая разница, да? То есть если там видно, что они монотеисты, уже ясно, какая разница. А тут непонятно, какая разница. Они с ними сотрудничали, у них были хорошие отношения. Как только вера изменилась, ассирия сразу завоевала царство Израиля. Вот, в Тель-Дане тоже очень интересное, очень важное, очень интересное, упоминается дом Давида. 9-8 век до нашей эры была какая-то локальная война между ассирией и царством израильским. Ну, то есть, согласно, опять же, согласно традиции, Давид и Соломон, да, Саул Давид и Соломон, это 10-й век. Вот, 9-й это следующее, да. Вот, тут и даётся традиционное. А радиокарбонный анализ даёт сбои на 180 лет, поэтому, ну, традиционная хронология, но потом я буду говорить, что новые археологи, они говорят, что нет, было чуть-чуть позже. Но это чуть-чуть не так значительно, на самом деле. Вот, упоминается дом Давида, то есть, что на стороне Израиля воевали представители царства Иудейского, в которых династия дом Давида, то есть, дом Давида упоминается, да, то есть, дедвидиды существовали. Вот, Тель-Дан, это такое место, тоже интересное место, вон там белым подчёркнуто, что вот это дом Давида. Тель-Дан, это город, городок, посёлок, в который составляли представители колена Данова, которые со своего места жительства переселились в Иудею и назвали посёлочек именем своего колена. То есть, вот как бы, вот. И там вот есть вот эта стелла, эта надпись, где, собственно, битва шла. Падение Синьего на царство, звание Осирии в 722 году приводит к потоку беженцев в Иудее. Согласно традиции, осирийцы вывезли большую часть населения, непонятно куда, 10 колен. Вот. Согласно исследованию, ну, представьте, то есть, война идёт, разгромили государство, а рядом государство с той же религией и с тем же практическим языком. То есть, предполагается, что люди просто перебежали через границу, их, собственно, приняли. И вот тут начинается действие очень такое яркое, потому что начинается создание Библии. Той Библии, которую мы знаем. Когда в Новом Завете Иисус говорит, что Тора дана вам, да, что по Торе имеется, непонятно, потому что Торы может называться, как, собственно, кусочек Торы, как Пятикнижие Моисея, и как Танах, то, что Тора не видим, китубим весь Ветхий Завет, который может называться Еврейской Библией и так далее. А может, ну, Торы может называться, Библией и Торы там используются, да. И там очень интересно, там было первое чтение письменной Торы, это второзаконие, которое нашли на помойке. И Иоанн Златоуст говорил, ну как, а Казанскую икону где нашли? На пепелище. То есть, по сути дела, это метод обретения, да. Вот. Но Иоанн Златоуст, например, ругался в своих текстах, что вот у них Тора на помойке, да. Но тем не менее, они ее нашли и первый раз прочитали. Это первое свидетельство о том, что прочитали. Как это произошло? Дело в том, что была северная и южная традиция. Северная традиция – это Авраам, Исаак и Яков. Там были рассказы про Авраама, Исаак и Якова, которые рассказывали сказители, вот как скальды ирландские, да. Вот они рассказывали о, ну, как очага, да, то есть где-нибудь в Карамансарая, да, или как она называлась, да, о костра, да, пастухи. То есть они рассказывали. Вот. И в определенный момент, ну, там была, уже была скиния, скорее всего, в определенный момент храмовые служители, храм – это тоже X век, согласно традиции, да, храм Соломона, да, который был построен, который построили, я потом о нем буду говорить финикийцы, вот, трехчастные, важные очень тоже, важные для Израиля, для мира всего, важная вещь, а император Тит назвал это вещью. Вот, ну, вот вещь, да, пусть за ним будем говорить, вещь важная, да. И вот там при храме были были книжники, вот то, что называют книжники и фарисеи, там были книжники, там были переписчики, и, опять же, когда была теория в XIX веке Юлиуса Вильгаузена. Юлиус Вильгаузен говорил, что Библия написана путем ножниц и клея. Как он это решил? Вот если вы даже почитаете в русском переводе первую главу бытия и вторую, третью, когда про… два раза рассказывается о сотворении человека, да, первый раз рассказывается о сотворении человека, когда плодитесь, размножайтесь, это первая глава, да, и второй раз рассказывается про изгнание израя, так сурово, вот эта вторая, третья глава, очень сурово так, да, вот, предполагается, что и вторая глава, вторая, третья глава, там есть имя Бога, тетраграмматон, вот то, что принято называть Яхва, да, вот, который не произносится, да, а в первой главе Элохим, Элохим – это множественное число от слова «эль» до «бог», вот, но склоняется как единственное, вот, тоже тут всякие разные, сразу могут быть инсцинляции, сколько богов было, или там про Троицу, то есть вот, вот, а вот так вот, да, но, как сейчас считают, и Юлиус Вильгаузен разделил это все на несколько частей, что существует Яхвист, Элохист, Жреческий кодекс и так далее, там много-много всего, он там понаписал, понаписал, сейчас считают, что да, Яхвист существует, вот эти фрагменты Яхвиста, а все остальное – Жреческий кодекс, все остальное переписчики переписывали, и Яхвист они тоже записали, Яхвист – это вот как раз вот иудейский костяк, в котором главную роль играет исход из Египта, то есть там есть рассказы и про Аврама и так далее, но самое главное – это исход из Египта, для северных самое главное было Аврама и Сакьяков, да, то есть вот эта линия, Месопотамская, вот, что предполагать, что Хапиру на север пришли из Месопотамии, а на юг из Египта, да, но они откуда-то должны были в Египте сходить, да, то есть это тоже, вот, и линия, естественно, линия исхода стала главной, да, как Пасхи, да, то есть рабами были мы, вот, и так далее, то есть что это, и это предполагает, что это свидетельство того, что все-таки большая часть, я об этом тоже скажу, была написана в Вавилонском плену и в Персии, вот, уже книжниками и вот как раз фарисеями, редакторы выравнивают, то есть там может быть какой-то текст рассказанный, то есть в Библии очень часто, например, Исаул в пророках, да, про первого царя Израиля, что два фрагмента, может быть, это один фрагмент, но он рассказанный, например, с перерывом в 200 лет, его записали и потом редакторы хронологически выверили, да, вот, то есть обязательно записывали, а потом из записанного составляли связанный текст с правильной идеологией. Царь Изекия, кроме того прочего, про него написано, что он собрал псалтырь, то есть он его собрал из разных кусочков, которые были, да, то есть все поэтические фрагменты просто собрали в одну книгу, вот, и книги-псалтырь, притчи, екклезиаст, скорее всего, письма-письма тоже, это было для, там были школы для придворных мальчиков, вот, их учили мудрости, и вот это высокий стиль, и в эти вот книги-писания, для них вот это все рассказывалось, там, ну, свитки были, им это все читали и учили их из этого всего, да, вот, и там, например, видно, ну, высокий стиль даже в переводе виден, да, притчи, серебряные, золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах слово, сказанное вовремя, то есть, как бы, перевод все равно передает, да, высокий стиль, вот, а Тора написано более простым стилем, там вот даже есть типа пухтелых, вини-пуха такое, что убьет, тут смерть умрет, зачем, чтобы люди запоминали, мимонический прием, чтобы они законно запоминали, что вот это можно, вот это нельзя, да, вот, и она попроще написана. В Вавилоне, людейские пленники, когда Новохдоносор разрушил храм и захватил царских пленников, сохранились приходно-расходные книги о том, сколько они съели, вот, ну, раз они ели, значит, они были, да, дальше, септуагинты, если мы говорим о тех людях, которые имеют отношение к написанию Библии, это вот царь Изекия, Ездра и Птолемей II, Птолемей II правитель, в Александрии правитель Египта, но Египта уже эллинистического, то есть они были греки, Клеопатра тоже, то есть она считала себя египтянкой, но она была гречанкой изначально, да, как бы, технически она была гречанкой, но вот как бы, и они считали, что переняли, как они могли, египетскую культуру, вот, и Птолемей II тоже делал такую работу, очень важную, то есть это этнография, там, я не знаю, с религией связано, зачем это было нужно, но он создал библиотеку в Мазионе, в саму библиотеку могли приходить только члены царской семьи, но был храм Серапиона, куда мог заходить каждый, я не знаю, как они следили за сохранностью свитков, то есть там были копии того, что есть в библиотеке, то есть я не знаю, как они следили, но тем не менее, любой и каждый мог прийти, и почитать, первая публичная библиотека, настоящая, и для нее дело переводили на греческий язык и Авесту, и, собственно, на пятикнижие, а, нет, библию всю не пятикнижие, мы даже знаем, что Эсфирь не хотели туда включать, ну, потому что нет упоминания Бога, дописали упоминание Бога и включили, и вот она канонизация, собственно говоря, да, то есть писали до II века, вот, до Септуагинты, вот, 70 переводчиков, 72 переводчика, вот, ну, опять же, традиция говорит, что они перевели, все у них совпало, то есть понятно, что переводили по кусочкам, но тем не менее, то же самое делали с другими текстами, более того, они посылали экспедиции и к себе, и даже в сирийские владения, экспедиции, где были какие-то религиозные тексты, они их собирали и переводили, то есть не только они собирали с кораблей, налог был с кораблей, чтобы они отдавали, например, отдали, если Тора есть, отдали Тора, чтобы перевели, они еще в других местах делали, ну, армян, там еще где-то, то есть они это делали, чтобы у них была библиотека, и в этой библиотеке, кроме греческих авторов, были вот эти вот переведенные, то есть переведенные тексты священные. И тут у нас возникает проблема, да, вот это я все рассказываю, а кто, как бы, кто позволил, кто разрешил критиковать библию? Первый, кто поднял в Европе вопрос библии, критики библии, то есть это было, я уже что-то не пишу, это Исхак Арбанеля, вот, в Талмуде это было, первый задал Исхак Арбанель, это раввин такой был в средние века, что он задал вопрос, а как бы, как Моисей мог написать «Умер Моисей», да, то есть, ну, невозможно. И вот это все вынес на всеобщее обсуждение барок Спиноза, как бы он ушел, как бы его выгнали из еврейской общины за то, что он был пантеистом, ну, там как бы, реально там была проблема другая, вот, но тем не менее голландская община, он, то есть, был выходцем из Португалии, он из Спиноза, да, вот, голландская община еврейской Амстердама не хотела ссориться с властями амстердамскими, которые были протестантами, у которых были равные права в Англии и в Голландии, да, то есть у католиков вообще никаких прав не было, их не пускали, да, у аудеев были равные права, более того, и была в Амстердаме, и там, значит, есть церковь на территории еврейской, на еврейской территории, на территории, где жили евреи, церковь Авраама и Моисея, где молились католики, это были те же самые люди, видимо, потому что вначале они принимали католичество где-нибудь в Испании, Португалии, потом они эмигрировали в Голландию, вот, и у Спиноза там случилось несчастье, у них утонули корабли, они занимались торговлей с Новым Светом, да, у них утонули корабли, он остался должен этому руководителю общины, он подал в суд, в голландский суд на него, форс-мажор, то есть он как бы не учитывает, вот, и тот решил всем доказать, что он киевремя не имеет никакого отношения и подошлал к нему саглядатой, которые заставили его рассказать свои взгляды, а взгляды у него были как у Джордана Бруно, пантеистические, то есть Джордана Бруно сожгли, а вот Спиноза выгнали из общины. Тот начал, он не стал креститься, ему предлагали кафедру, если он крестится, он не стал креститься, вот, он занимался слифовкой ленц и общался там с Декартом, с Лебницем, то есть со всеми, и вот он поднял этот вопрос, то есть что, то есть он считал, что там нужно было в Голландии, можно было не ходить в никакую общину, но нужно было верить в Бога, у него есть, он считал, что Бог природа, это их устраивало, вот, и он вот поднял такой вопрос, что мог ли Моисей написать, и умер Моисей. Понятно, что сейчас есть толкование у раввинов там и в христианской среде, что это, например, Иисус Навин дописал фрагменты, да, но уже как бы все проблемы, это вот было начало, а теперь феерия, то есть библейской критики. Где-то в 70-е годы в Тель-Авию появилась Тель-Авивская школа. Про христианство долгое время не было вообще проблем, очень хорошо ложилось на то, что мы знаем, да, и на новые сведения, которые мы знаем, и если, например, я говорю про Самарию, что иудеи боролись с самаритянами, там они подметные письма писали, они воевали, они пытались разрушить храм, то есть там сложно с ними было, то есть и мы в этом контексте интерпретируем притчу Иисуса про доброго самаритянина, смысл только усиливается, он не уходит, он усиливается. Притча про блудного сына есть в Талмуде, то есть как бы, вот если брать источники, которые рядом, если изучать еще и Кумран, просто будет более глубокое, более стереопонимание, да, более того, там, например, я не знаю, у меня тут есть или нет, с Кумраном вообще очень интересно, потому что, согласно, например, теории Тантлевского, вот то, что я сейчас рассказывала до того про Ветхий Завет, это профессор Селезнев, он был какое-то время, ну, он как бы, в его лекциях я это все слушала, да, он был в том числе, да, в какое-то время руководителем общецерковной православной аспирантуры, то есть он выцерковленный человек, но тем не менее, он ученый, да, и вот это вот, он должен решать эту проблему, как подавать эти знания, которые есть сейчас, вот благодаря ему тоже, вот, потому что этот тоже, он как бы Пасху празднует, с ним я видела и эти интервью, да, то есть он говорит, а какая вообще связь между традицией и тем, что мы там копаем, вот, не должно влиять, ну, люди нервничают. Я хотела сказать немножечко про Тантлевского, да, Тантлевский это профессор в Санкт-Петербурге, и вот его версии, тоже общепринятые, про, например, Рана Крестителя и про Есеев, про то, что тайная вечеря была у Есеев, вот, потому что там был мужчина, который нес кувшин, а это было не принято, значит, был мужчина, у которого в окружении не было женщин, да, или Ан Креститель, который ел акридный мед, а Есеи не могли есть то, что не приготовлено Есеями, некоторые умирали с голода, когда их там выгоняли, а вот Ан Креститель так вот как бы решил эту проблему, и если мы говорим, например, про Иисуса, что он был крещен в крещении Моанум, это сразу очень много проблем решает, то есть, потому что вот про Дэна Брауна, да, что все были женаты, нет, там была целая есейская община, где были, которые были монашеская, да, и Кумран тоже, как бы там захоронения, в основном мужские, есть немножко только женских, но там вот, если вспомнить Евангелие, да, там у них была патриархальная система, ответственность за женщину, на маму, там еще кого-то, то есть, кого-то могли брать, да, но в принципе монашеская община, поэтому были люди, которые в основном все женились, но были люди, которые были неженаты, Иисус тем более был Назареем еще, вот, но он тоже был крещением Криановым, крещен, да, но были крещения Моанум, крещены где-то люди в Ефесе, согласно Библии, то есть были, значит, более строгие общины, менее строгие общины, да, то есть вот опять же понимание, что такое есеи, что такое там кумранит и есеяний или нет, там много разных тонкостей есть, которые подтверждают, что все-таки есея, вот, оно как бы раскрывает нам картину, которая была в Новом Завете, и она нас как бы устраивает, да, потом я скажу тех, которые, оппонентов, которые говорят, что все не так, но в большинстве случаев устраивает, а вот с Ветхим Заветом, с исходом из Египта, со Стеломерниптаха, с письмами Эхнатону, то есть совершенно непонятно, что происходит примерно где-то века до, восьмого, то есть непонятно, что происходит, происходит какое-то бурление, которое Библия описала, как она описала, а можно описать их по-другому, да, то есть когда хапиру превращается в евреев, по сути дела, они превращаются каким-то сложным способом, про который есть священная история, а вот он говорит, что нет, что это все неправильно, что было все совсем по-другому, и с Давидом непонятно, что было, потому что Давид, наверное, тоже один из, как сказать, На фоне всего того, что происходило, чуть больше, чуть меньше, ну да, организовал государство, объединил государство там, сделал Иерусалим столицей. Но как бы как это виделось из-за серии? Да никак. Вот, они как считали их амареями, так и считали. А это свидетельства Нового Завета. Во-первых, свидетельства Иосифа Флавия, Тацет, прогонение Нерона, Светон, Светон, изгнание иудеев при Вклавде, Плини-младший, письмо к Трояну, Лукьян и Талмуд, и Мара-Серапион, это вообще просто частное письмо, которое рассказывают. У Осифа Флавия, кроме Тацетовена Флавианом, есть свидетельства про Якова и про Ана Крестителя, которые не совпадают с библейским, не противоречат, а просто дополняют. То есть с Тацетовеном Флавианом, как бы считалось в средние века, что было написано про Иисуса, что он мессия, а потом нашли рукопись монаха Агапия, перевод с арабского, он был на арабском, в русском переводе тоже есть, это популярная была иудейская война, книга, потом тоже про них скажу. Там написано, о нем говорили, но цена вопроса, был ли Иосиф Флавий христианином или не был, не более того. Ну, скорее всего, не был. И в древний период, но Тюбингенская школа Бруна Бауэр, вот я тоже была на стажировке два раза в Тюбингене, почему я туда захотел целенаправленно, прямо прорывалась туда, потому что я прочитала в какой-то книжке про льговедение, про то, что Ленин писал про Бруна Бауэра. Бруна Бауэр считал, что вот это вот все раскритиковал каждое из свидетельств, считал, что никто не говорил поэта сто лет, поэтому молчания века про Иисуса никакого не было. Вот опять же вспоминаем Булгакова, чего не хватит, того нет, это вот оттуда. И последователь его мифологической школы, это Ленинградская библистика, Ранович, он вообще в Советском Союзе очень интересно произошла, как бы не прерывалась связь времен, причем она не прерывалась, очень интересно. Было Казанское восточное отделение, которое поссорилось с местным начальством и переехало всей кафедрой или всем отделением в Санкт-Петербург, и восточный разряд появился в Санкт-Петербурге. В недрих этого восточного разряда начала изучаться библистика, которая изучалась и в Ленинграде в советский период. Была ленинградская библистика, то, что они там все сидели, то, что у них там были трагичные судьбы, это само собой, но, тем не менее, библистика не прекращалась. Был Ранович, был Амусин, который гонялся за, участвовал, потому что все страны гонялись. Сейчас это все оцифровали и не все перевели кумранские рукописи, а он тоже так же находил кумранские рукописи, покупал, привозил в Советский Союз. Часть есть в Советском Союзе, в национальной библиотеке. Сейчас это все оцифровали, сейчас это все принадлежит тем, в открытом доступе можно посмотреть, есть в Израиле в библиотеке с Копуса. Но в университетской библиотеке переведено еще не все, перевели медный свиток, где написано, где зарыт клад, клада там нет. Но библистика была, и вот один из библиистов, Ранович, считал, что Иисуса не было. То есть это была официальная такая позиция. Но эта позиция сейчас считается маргинальной. То есть никто, человек может работать в Иерусалимском университете, но он может быть иудеем, но он не будет считать, что Иисуса не было. Он может не считать, что он Мессия. Но то, что не было, это уже как-то совсем. Есть разные школы, Тюбингенская, Иерусалимская и так далее. Они спорят, какое Евангелие было первым, и синаптические. И синаптические – это от Марка, от Луки и от Матфея. Иван Геотана было написано, скорее всего, во II веке нашей эры. То есть там есть очень сильное влияние Филона Александрийского, Александрийской философской школы и так далее. Писал его тот Иоанн, который библейский ученик Иисуса. Он даже значит, что должен был долго жить. Собственно, про него легенды так и рассказывают. Ну, не знаю. Но вот из синаптических одно было написано о рамейском, это от Матфея. Марка самая короткая, а Лука, он был сподвижник Павла, и как бы там тоже какой-то довод. Или был источник Ку, что тоже необязательно, из которого все брали. То есть проблемы такие, откуда это берется, но не проблема, был или не был. Про Иоанна Крестителя я вам сказала, еще немножко про Павла скажу, тоже такое, а вы не знали. Павел – это фамилия. Легат Павел был в раннем Средневековье, папский легат. Павел, как Колонн, как Флавий и так далее, это римские роды, до сих пор некоторые есть. Там в виллах, в Риме, внутри они там пережили и Муссолини, и там кого угодно, про них много очень упреков. Какие-то роды ушли, а какие-то остались, до сих пор живут. То есть это знать римское до сих пор. И даже был довод, когда папа сбежал в Средние века, там под давлением императора, папа сбежал в Авеньон, решили эту проблему тем, что следующий один из пап стал представителем рода Колонна, римлянин, которым ничего не сделает, которым может ничего не бояться, никаких императоров и так далее. Вот. Павла – это тоже древний римский род. И как же так получилось, что Павел – древний римский род, и вот иудей Павел. Скорее всего, он же был еще гражданин Рима, с ним нельзя было поступить так, как и с Иисусом, и вообще его нельзя было побить и отпустить, с ним нельзя было ничего такого сделать, потому что он, я не знаю, но это как бы, если в имперской России был бы, например, я не знаю, даже тот же Пушкин, там, кто угодно, да, то есть вот род с древней, с корнями, да, ну, то есть понятно, что человек с такой фамилией нельзя. Савл Павел, Савлова – это имя, то есть когда ему скажут, теперь ты будешь Павлом, да, то Павлом он просто, теперь ты будешь называться по фамилии, твой ареал будет шире. Вот. И, скорее всего, папа его шил палатки, потому что он тоже шил палатки, он писал, что я не кормлюсь за счет прихожан, да, то есть я шью палатки. Вот. И он получил за это римское гражданство, скорее всего, получил его в подарок, а не покупал. Вот. И как бы он был римским гражданином. Родился римским гражданином. Вот, апостол Павел. И это помогло ему распространить Евангелие, то есть особенно когда его там возили, его тоже им везли в Рим, его долго везли в Рим, он при этом проповедовал вначале иудеям, крещенным, крещением Аановым, то есть Ехсеем, и, собственно, местным жителям. Там были такие боящиеся Бога, которые, в основном, женщины, которые, им нравился иудаизм, но они не обрезывались и не соблюдали праздников, но ему этика нравилась. Вот они, собственно говоря, тоже были первыми христианами. Собирались они. Опять же, там были разные люди. Там были люди бедные и богатые, собирались у богатых в домах. И вот когда говорят, что церковь была достаточно сильной, чтобы, например, купить катакомбы, катакомбы покупали, там у них такое мышечное право было, что катакомбы покупали для захоронения. Но там были вот эти римские катакомбы, но там были собрания как раз первых христиан. И там еще была такая традиция выкупания мучеников, когда выкупали мучеников богатые семьи бедных и хранили в своих склепах. И так появлялись первые церкви. То есть там же мощи должны быть, отношение к мертвому телу изменялось. Потом эти мощи крали, потому что тоже очень интересный момент, что мученики-то были где-то на юге Европы, где, собственно, там были гонения, а где-нибудь на севере не было гонений, а церкви нужны были. А церковь нелегитимна без мощей. И были люди, которые, ну вот мы знаем историю мощей Николая, святителя Николая в баре. Что произошло? Пираты украли их, собственно, в мире Ликийского, в мире они украли и перевезли в другой город. Вот как бы такие вещи происходили. И церковь так вот распространялась, и уже там к третьему веку это большое количество людей уже было христианами. То есть когда Константин сделал церковь разрешенной, оператор Константин, это было уже как бы, она уже была актуальна, многие люди уже были верующие. Вот. Ну, сейчас что тут у меня еще? Про храм. Да. Про храм Соломона. Ну, опять же, вот если в церкви, например, вы приходите, там есть такие колонны соломоники, это вот как раз из этого храма. Но мы не видим, что там происходит. Вообще никто не видит, что там происходит. Туда могут входить только на праздники иудеи, мужчины, а вот святелище, святая святых, святелище только священники, а святая святых только первосвященник один раз в год на Йом-Кипур, на судный день. И там еще к нему веревочку привязывали, чтобы если что-то с ним случилось, его вытащить, не заходить, а вытащить. Была история в Библии написанная, когда царь захотел служить святая святых, умер. Поэтому как бы так. И вот храм Ирода, он огромный. И вот то, что в Иерусалиме есть стена плача, это на самом деле западная стена забора, вот где были эти заборы храма Ирода. То есть не самого храма, сам храм, это там, где сейчас мечеть. И вот видите, тут есть такие галереи, по которым могли ходить люди, почему туристический объект. Там могли быть и женщины, и иностранцы. Они могли посмотреть, что там внутри происходит. Не несут ли туда, как Александрийские антисемиты говорили, что там раз в год приносят жертву грека или поклоняются ослиной голове. Вот не несут ли они туда это? Они уже могли посмотреть. То есть там была такая еще образовательная цель. И одна из причин, почему началась война, Иудейская война, потому что практически весь Израиль, в том числе и Галилея, ходили, а в Галилее была другая Галаха, там были люди, которые не ходили, потомки, предки которых не уходили в Вавилон. То есть вот если мы верим Евангелию, то Иисус, как минимум у мамы, то есть у него предки были из Давидидов. То есть они знатная семья обедневшая, они ходили в Вавилон. А вот у Петра, у Андрея и так далее, у них предки были местные, они были крестьянами. Там рядом было Десятиградия, греческие города, которые построили Александр Македонский, как бы его подчиненные. И там жили греки, а крестьяне жили отдельно. И крестьяне, опять же, что значит крестьяне? Почему, например, Иосиф был плотником? Да, потому что римляне требовали налог деньгами. А у них не было столько денег, у них, может быть, был виноградник, судя по всему, вот то, что там по притчам. Виноградник был в горах, то есть наемные работники, то есть они не были самыми бедными, вот с именем Иисуса. Но им надо было деньги реально живые, чтобы отдавать римлянам. И многие подрабатывали. Кто-то был плотником, кто-то делал посуду такую простенькую, и они еще не знали рынка. Тоже очень интересный момент, почему изгнание торговцев из храма. То есть в Десятиграде тоже особо рынков не было, то есть в Кесаре, то есть в Твере, в котором горе, Капернаум. И там не было, но там богатые люди покупали, там в Иерусалиме, в Риме, там где-нибудь, где действительно были красивые вещи, потому что там очень красивые вещи, очень красивые виллы. А крестьяне ходили этими коробейниками по другим деревням и продавали то, что у них есть. А вот рынок они не знали, что вот разложили это все, они это не знали. И потом вот эти вот, и зелоты тоже были из Галилеи. Такое ощущение, что в Галилее была своя галаха, свои правила игры, отличающиеся от Иерусалимского. А Иерусалим был очень эллинизирован. Когда было восстание Хасманеев в 3 веке до нашей Эрисы, было восстание Хасманеев против Энтеоха и Епифана, против сирийского правителя греческого, они же восставали против, собственно, эллинизма. Их заставили почти быть греками, они не стали. Но потом страна очень сильно эллинизировалась. Они заключили договор, например, с Римом. И когда были динозитические споры, римляне пришли в 63-м году, где Помпея завоевала Иерусалим, и поставили правителя Иерода, зависимого правителя. То есть они вначале ставили правителя, потом ставили наместника, а потом уже прокуратор, губернатор. То есть вот так вот. И Понтипилат, он был наместником, а Гесси Флор был уже губернатором, прокуратором. Его неправильно Пантепилат называют прокуратором, но просто позже писали. А Ирод – это был обращенный араб, прото-араб. Арабы все-таки появились чуть позже, когда с исламом связаны. Но обращенный тоже такой потомок Агарий. И его не любили как не своего, но римляне ему поэтому поставили. То есть он из царей как раз арабских царьков. И он дружил с Цезарем, он ненавидел Клеопатру, потому что у них были спорные территории, связанные с долиной Ингеди, там физики росли. То есть там у него была такая бурная политическая жизнь. Он засудил своих сыновей, потому что считал, что они покушаются на его жизнь. Потому что он женился на женщине из рода Хасманеев, то есть легитимная царская власть была. А дети были более легитимны, чем он. И он как бы считал, что они должны, могут его убить. И вот про младенцев мы больше не знаем, нигде не написано, а вот своих сыновей это в нескольких местах описано. Ну так вот, и зелоты, которые тоже, часть из них была на строительстве храма, который Ирод начал реставрировать, он великий именно потому, что они тоже видели. А видели они то, что Понтипилат поставил над храмом римского орла, ну чтобы показать, кто в доме хозяин. То есть это очень такая политика была римская, чтобы показать, кто главный. И поэтому было время актуальной эсхатологии, потому что уже оттерпеть это было не хотелось. То есть греками там еще можно было как-то договариваться, общую философию придумывать, как филон Александрийский. А тут сложно. Гельси Флор вынес золото, то есть они в одном месте реставрируют храм, а в другом месте он выносит золото. То есть ему надо было, да. И вот это вот все, оно как бы так возмутило, что было восстание, которое вначале даже завершилось успехом, да. То есть думали, что просто не знали, зелоты не знали, какой Рим большой. И римляне пришли, то есть один легион выгнали, но пришли еще несколько. Вот. Но и вот одним из тех, кто воевал на стороне, вначале на стороне зелотов в Галилея, Иосифлавия, он решил, что это правильная война, но в общем кончилось это все плохо, лучше бы они просто были партизанами и продолжали быть. Вот. И он написал, его взяли в плен, и он написал четыре книги, нам известная «Удейская война», это как раз про события иудейские древности, это переложение на язык греческой культуры, Библии и вообще еврейской истории, против Опиона, это полемика с Антис... Когда перевели Библию на греческий язык, в Александрии появился англический антисемитизм, потому что египтянам или тем, кто считал себя египтянам, не понравилось, что там написано про египтян. Вот. И они начали делать свои версии, что Моисей выводил прокаженных, что вот как раз приносили жертву грека, что поклонялись ослиной голове, там много всяких разных вещей было. Вот. И он это все, мы бы это не знали, если бы Флавин нам это все не написал. Вот. И Витт – это автобиография. Он как раз вот тоже описывал и храм, и события, и собрал очень много материала. И мы об иудейской войне знаем очень много, да, что храм проложил в 70-м году, часть людей ушло на дачу Ирода в Массаде. Вот. Это у него была дача там, ну как загородный дворец. И римляне делали все, чтобы захватить крепость, и в один прекрасный момент захватили, и защитники крепости покончили с собой. То есть там как бы так. И вот насчет покончить с собой, Иосиф Лавий I, нигде в Библии нет, нигде в других текстах нет, Иосиф Лавий I написал вот эту вот инвективу, опять же, что ты жизнь получил от Бога, не тебе ее у себя забирать, вот это вот все, это Иосиф Лавий, это нигде в священных текстах, потому что его тоже хотели, его тоже уговаривали покончить с собой, он отказался, и вот как бы сдался в плен. Потом его выпустили, как бы он стал Флавием, да, то есть он стал наследником, вольно отпущенником, наследником царской династии, да, у него были свои виллы, но он там кого-то своих отговорил, он вообще неправильно писал историю, он всегда переживал там, что кто-то погиб, там, так далее, не нужно было так, как считали в античности, да, вот. И то, что он так был одет, скорее всего, нет, но я одну из нашла, там есть, вообще ей сохранилось даже, скорее всего, его настоящее изображение, но он там просто обычный средиземноморский молодой человек, я решила более колоритно это. Так что все, спасибо за внимание, вот я попыталась что-то рассказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!